доброго времени суток все добрые наши волшебники гости канала новые подписчики моя такая большая дружная семья своим волонтер бездомных животных и приют и твори добро наталья милые мои любимые подписчики еще в июле месяце вас было очень много вы писали мне теплые искренние комментарии но к сожалению после августа месяца почему-то большинство тех подписчиков которые восхвалялись до тем что я делаю приняли другую сторону за что мне конечно очень больно и противно обидно и вот это вот людское лицемерие вот это вот людская ложь она конечно порой заставляет задуматься еще раз о том что в россии в россии процветает именно ложь лицемерие и почему-то люди перестали быть честными искренними и от этого честно всегда говорил и буду говорить от этого больно и страшно кто бы захотел зашел бы на канал и посмотрел видео мишки это так я к тому что вылили на меня такой уж от грязи но еще раз повторюсь что бумеранг он вернется к тем людям обязательно и правда она всегда восторжествует я в это всегда верила верю и буду верить да нам нас мало мало честных искренних людей к сожалению вот но но я думаю что в дальнейшем все-таки добро победит зло но сегодня у нас такой очень насыщенный ролик о спасенных собаках щенках здоров страз с обочин нашей россии к сожалению я иногда не перестаю удивляться тем двуногим не людям которые привозят своих животных и выкидывают на обочину трассы вы что творите а вы подумали какая их ждет участь и какую страшную смерть боль испытывают эти ни в чем невинные существа время 9 час ночи мне идет звонок звонит девушка с москвы зовут алёна и просит помощи она сама с москвы волонтер уже как год у нее есть аккаунт инстаграм в инстаграм кто-то через каких-то людей в общем дал ей мои контакты сказали что вот единственный волонтер в тольской области который сможет вам в этом помочь но предыстория такая что алёна выехала с москвы в липецкую область чтобы вы понимали липецкая область это от нас 11 километров в сторону ростова это ростовская трасса м4 и она выехала с коширки то есть если ехать коширки по м4 это по прямой но к сожалению по навигатору по навигатору она каким-то образом как ее вел навигатор теперь это вопрос оказалось в рязанской области поселок михайлова это уже то есть мы уже это выяснили спустя какое-то время но смысл был в том что она ехала и на одном участке из дорог на ее глазах раздавили раскатали двухмесячного щенка для нее это был шок она ведь наталья не смогла сделать ничего в тот момент и она еще увидела на обочине маму и четырех щенков и она экстренно начала предпринимать какие-то попытки помочь спасти эту лохматую семью ее смутило то что была палатка с надписью тульские пряники но таких палаток по трассе очень много я говорю алена в каком месте это точно было она мне скинула точку и я понимаю что от нас и до москвы такой местности я не знаю я говорю мне надо уточнить потому что ну у нас такого точно на нашем участке нету в общем с помощью с помощью навигатора своего iphone а их своего iphone она прислала мне точку где я нахожу где я читаю поселок михайлова поселок михайлова это рязанская область вы все знаете что мы ездим в рязань до спасаем своих собак и я понимаю что от михайлова до рязани это 60 километров я и перезванию гуляли он это абсолютно не наша область это рязанская область то есть каким образом вообще умудрились попасть в этот район чтобы поехать в липецкую область это до сих пор для меня остается большой загадкой ну ладно смысл не в том смысл в том что семью то надо спасать я скинул ей контакты волонтеров рязани на что те сказали что единственное чем мы можем помочь это пропиарить собак мне вот интересно волонтеры когда об этом говорили они чем думали рязань вы горд миллионник у вас есть приюты у вас есть передержки неужели нельзя было найти место одной маме и четырем щенкам но мне это непонятно честное слово вы же должны были четко понимать что дети находятся в большой опасности и один ребенок уже погиб под колесами автомобиля их надо было экстренно спасать а не говорить о том что вы можете помочь с платным пиаром ну ладно господь с этим в общем я просто сказала алёне визите она нашла своего знакомого они поехали и приехали ко мне они уже тоже поздно вечером вот маму мы с четырьмя детьми отвезли в приют мы кстати еще безымянные если будете писать комментарии очень прошу вас помочь нам с именами у нас одна девочка коричневая и три мальчика ну и соответственно мама это первая история нашего спасения вторая история я ехала когда-то развозила девчонок в москву это был вторник день мне позвонили из одного платного участка дороги и девочки сказали что прям на их глазах подъехала машина и выкинули собачку щенка помогите пожалуйста я незамедлительно поехала и и не мы уже не нашли она куда-то спряталась и нас я оставила все свои контакты на следующий день не позвонили и сказали что она на месте как бы помогите пожалуйста потому что но мы сами понимаем что платный участок дороги это трасса скоростная трасса да и девчонка долго не проживет я соответственно поехала но оказалось что девочку нас характером она испугалась и поймать мы ее в этот день не успели но я поняла что это копия морфуши номер два но назвала я ее не ушей вот оставила всем свои контакты и сказала ну давайте спасать потому что но мы все понимаем что долго собачки в этих местах не проживут обязательно не попадает под машины это уже так к сожалению происходит они бестолковые не всегда понимают и последнее время нужно стал до выбегать девочкам к будочке то есть под машиной и щенок нашим манюшечка находилась большой опасности и спасибо хочу сказать охраннику юрию который не побоялся не побоялся да она дико это ловил он ее минут десять и накрывал то есть она кричала верещала пыталась укусить его но с божьей помощью мы все-таки ее забрали нюшечку теперь нюшечка у меня в приюте у нас все хорошо мы уже прям социализировались два дня и ребенок понял что здесь и ничего не угрожает она и третья такая история пока печальная вчера мне позвонили что на одной из улиц города ефремова лежит щеночек и не реагирует совсем очень худой тощий просили помощи я экстренно выехала эта девочка такой прям ушастый красивый лисенок милый ласковый ребенок но пока мы не знаем что у нас диагнозом 2 2 день сегодня я отвезла ее на капельницу в нашу местную ветеринарную клинику государственную у нас очень хорошая клиника государственные девочки но у нас сами понимаете слова государственная до государственные учреждения мало что то есть девочки все очень внимательные и грамотные но я очень часто покупаем лекарства девочки сами покупают но к сожалению государственной клинике у нас как всегда страдает нет хорошего оборудования нет как всегда ничего значимого и пока наш диагноз под вопросом пока мы капаемся на интерит это не похоже совсем это больше похоже на то что ребенок съел какую-то инородку и у нее поврежден желудок потому что рвотные массы у нее кровавые вот это меня немножко напрягает я с этим уже сталкивалась в жизни к сожалению здесь у нас таких операций делать никто не может на желудке если инородка в желудке то ее надо будет доставать это по-любому резать поэтому сегодня мы еще смотрим на ее состояние и тогда завтра наверное завтра экстренно повезем ее в клинику нас новая девочка нюша с проблемами посмотрите на этого лисенка посмотрите в ее глазки до слез до слез эти ушки очень похожий на лисенка это прям такой лисенок моя такая большая дружная семья как всегда обращаясь к вам карточки практически пустые с августа месяц еще раз говорю что мы кое-как выживаем кое-как выживаем нам очень сложно но я не сдаюсь я не сдаюсь мы сильные мы справимся вы со мной не всегда со мной кто с нами был кто со мной остался спасибо вам огромное за вашу честность и искренность и прошу вас как всегда пишите больше комментариев совсем перестал канал развиваться к сожалению это тоже большая помощь для канала с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приветствовали добро натали и 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 Продолжение следует...